привет всем недавно я занялась опять самоанализом я этим очень часто занимаюсь последнее время я замечаю чем старше становлюсь видимо прошлое у меня растет по что ты старше становишься и прошлое все больше и я начала заниматься самоанализом типа почему и так я про определенную тему мыслю сети а что в жизни произошло что меня привело к таким мыслям или такая какая сейчас почему почему мои страхи которые у меня есть чего они начались откуда они идут кто мне их вложил все дела то есть я очень часто занимался самоанализом и сегодня я хочу поговорить про мою работу месяц официантка из сша этот месяц был самый адовый в моей жизни я за этот месяц только много говнистых людей постричала я за всю жизнь таких людей не встречала в таком количестве как месяц проработав официантка в сша и я теперь понимаю почему такая какая есть что на это подлила и это все идет обратно к этому месту этой работе хочу сказать что работа в официантка это не ужасно и многие заработали хорошие деньги моя подружка подружка моя знакомая который вдалась и работала в ред лобстере говорила что он 5000 долларов в месяц спокойно домой приносила в чаевых притом нельзя забывать что официанты чаще всего реально пахают они пахают по 10 12 часов на выходных все дела то есть это реально 5000 баксов окей ну каким трудом ты их заработал это опять другой вопрос вот то есть нормальные рестораны все зависит от ресторана в каком месте он находится в каком городе какой слой людей в этом городе живет какой уровень жизни какие там работы какие там зарплаты и из этого уже ты понимаешь какие люди в ресторан приходят и какие чаевые ты можешь ожидать я работала в келине в чадр с официанткой это городок такой не очень классные очень криминальные кроме армии там ничего нету то есть там базы и весь этот город живет на счет базы и там уровень жизни не самый классный и город криминальный там короче такие же вот и люди живут я месяц продержалась я убежала с этой работы потому что во первых я не вижу смысла работать когда ты не зарабатываешь деньги по что люди не работают потому что им нравится а люди работают чтобы зарабатывать деньги и когда ты работаешь и ты денег не видишь смысл не там дальше оставаться работать как бы я не раб я не халявно работаю другой большой фактор был что я просто не выдержала я не выдерживала я уже не могла терпеть вот эту наглость вот это неуважение вот это говнистая поведение этих людей которые приходят в ресторан и думаю только потому что они приходят ресторан только потому что они покупают еду все должны им не знаю облизывать их боссы вонючие ноги я уже злюсь я понимаю что такая какая сейчас как я сейчас мыслю это все идет обратно к этому ресторану как вот один месяц поработав с такими ужасными людьми может отпечататься на твоем характере это реально как-то очень это это как-то прикольно когда ты видишь что один месяц так может откладываться на человеке всего лишь один месяц это как-то вау но как-то это страшно потому что всего лишь месяц как один месяц может уже так повлиять на себя ну что могу сказать очень много было людей которые себя очень плохо вели конечно были хорошие люди были люди которые хорошие чего давали которые себя нормально в ли но если честно из десяти может быть один-два человека были нормальные все остальные были говном это были люди которые реально приходят и думают что я плачу я могу все и все должны все терпеть а ты как официант конечно ты хочешь свои чего потому что ты работаешь на чаевые это твои деньги которые ты зарабатываешь то чаевые и ты конечно все глотаешь ты улыбаешься ты пытаешься делать шутки и ты всегда приносишь в напитки чтобы стаканы никогда пустые не стояли я очень часто даже давала какие-то баблажки типа иногда вот слишком люди заказали 4 курсона я случайно 6 в компьютер занесла и конечно на кухне не приготовили 6 курсонов и я чтобы не выбрасывать ничего я просто им приношу 6 и говорю что этого курсона просто вот вам бесплатно типа ну знаете как бы чтобы раз уже их сделали чтобы их не выбрасывать почему бы им не дать может быть это их задобрит они оставят больше чего его как-то так вот я всегда все терпела да то есть ты терпишь все как бы с тобой не обращались по что ты надеешься на вот эти чаевые чаще всего вот эти говно люди тебя унижают они всегда найдут повод почему тебе не дать чаевые они не дают очень часто тебя как официанта конечно винят в холодной еде в невкусной виде невкусных напитках хотя все прекрасно понимать что не ты их делаешь ты просто официант тоже опять повод тебе не дать чаевые он была такая парочка кстати помню на меня очень сбесило они пришли бухать таких вот два пожилых людей пришли бухать и в америке так если вы заказываете коктейл или по крайней мере у нас так было если вы заказываете коктейл и вы взяли пару глотков вы поняли что он вам не вкусный вы можете его отдать и вы не за него платить вы просто можете заказать с другой а мы этот коктейл выливаем вот это я шесть раз где-то делала примерно вот отвечаю шесть раз я туда-сюда ходила приносила коктейл выливала потому что им что-то было вечно не так и в конце концов они говорят это самые ужасные коктейли которые мы вообще когда-либо пили вот не знаю кто у вас бартендер кто его учил спасибо что вы нам испортили все выходные пожалуй мы пойдем домой и больше ничего заказывать не будем то есть они набухались попробовали различные коктейли халявно и ушли домой вы думаете я получила чаевые нет были люди которые думали потому что у меня акцент они почему-то думали что я тупая они понимают что акцент это не связано с твоим мозгом акцент это акцент в языке да но это не значит что ты умственно отсталый иногда люди с тобой так разговаривали они думали за что наверное какая-то я инвалидка не думали они со мной вот так вот разговаривали потому что у меня акцент понимаете само так некоторые дирана разговаривали были люди которые после того как я брала заказы они звали менеджера чтобы менеджер передо мной и перед ними прочитал мой заказ чтобы они были уверены что я заказ правильно приняла но очень много было стрёмных людей были люди которые возмущались что вот у нас это он со в стеки продавались и вот была баба кстати я заказала это он со в стек этот стек не похоже за это он я хочу получить эйт аунцев я заплатила за эйт аунцев я я объясняю что мы все стеки взвешиваем что могут может быть так побольше но потоньше или поменьше но жирнее но это 8 аунцев по что мы их взвешиваем поэтому не называется 8 аунцев нет я хочу поговорить с менеджером и ты понимаешь что вот эти люди просто ищет повод чтобы получить халявную еду очень часто приходят люди которые цепляются за что-то и хотят халявно получить еду некоторые что-то выдумывают там типа знаете типа умные такие скрытые самый умный да типа никто не понимает что они хотят а некоторые прям напрямую типа моя еда холодная я хочу чтобы не бесплатно дали еду потому что моя еда холодная они даже так разговаривают напрямую тебе договорят больше всего мне бесило что наш менеджмент им всегда подакивал это мне прям бесило когда реально человек тупо просто хочет получить халяв на еду а им еще это дают за этот месяц я очень много повидала я поняла что люди говно я вот уже три года в этой работе не работаю вы даже были моменты я я бежала в туалет по что я слезы не выдерживала по что настолько сама отвратительно себе вели я даже не плакала из-за того что мне обидно я плакала даже чаще всего просто от злости тупо от злости я рыдала я бежала в туалет чтобы никто мои слезы не видел и рыдала в туалете в туалете ты кушаешь потому что если у тебя там рабочий день 12 часов у тебя перерыва нету ты 12 часов должен быть для своих столов то есть тебя столы и ты должен их за ними ухаживать и когда как происходит перерыв перерыв происходит и бежишь в туалет быстренько пописать а пока ты писаешь ты быстренько в рот пихаешь чипсы или вот какие-то маленькие вещи ты в кармашке держишь чтобы ты мог быстренько это пожрать вот так вот твой перерыв проходит так вот и мог работать 12 часов не имея перерыва не покушать ничего и за весь 12 часов в субботу ты идешь домой с 50 долларов чаевыми но это вообще-то смешно я лучше бы дома просидела бы не имеют эти 50 баксов честно я ушла с этой работы и что вам хочу сказать уже прошло три года я за эти три года может быть два или три раза сходила в ресторан потому что я не могу идти в ресторан у меня начинается не то что паника у меня начинается нервозность для меня ресторан это как красный флаг я не могу пойти в ресторан мне неудобно мне неприятно у меня меня нервничаю потому что я вот в этой атмосфере опять в которой я провела месяц от честно вам говорю прошло уже три года но это на меня так все еще влияет что мы с мужем не ходим в ресторан и вот когда спрашивают почему мы только ходим в буфет потому что в буфете пришла пожрал сам себе наложил оставил чаевые заплатил учил все там нет атмосферы как в ресторане это буфет там по-другому система работает либо фастфуд ну там куда надо идти где тебе садят где у тебя свой официант я не могу где надо оставлять чьи вы я не могу я себя во-первых чувствую комфортно и во вторых я смотрю на этого официанта и вижу себя и мне всегда кажется что слишком мало чьи выхода или я очень ужасный наверно customer и они за меня могут страдать у меня тупо паника в рестораны табу больше не ходим потом после этого всего я просто поняла что с каждым годом я все больше и больше ненавижу людей и это все начало исходить после того как я проработала месяц в этом ресторане я в каждом человеке вижу зло и чаще всего не просто так а ну реально видно человек очень ужасно себя ведет и сразу первая мысль о которой мне приходит в голову он наверное и в ресторан ходит чьи вы не оставляйте над официантом издевается и из-за всего этого реально у меня никогда таких мыслей не было но сейчас у меня такие мысли раньше такого я бы даже не сказала бы я бы не согласилась я из тех людей которые лучше проводить время со своей собакой потому что я считаю моя собака умнее чем некоторые люди с ней веселее веселее общаться мне веселее общаться со своей собакой чем с человеком мне собака дает больше позитивных приятных эмоций чем человек поэтому я лучше свое время провожу собаками зверями на природе но не с людьми я насмотрелась на этих людей я продолжаю этих людей видеть попаду в магазин всегда кого-то увижу вот говнистого человека на дороге говнистых людей в магазине говнистых людей зайду facebook в нашу группу этих говнистых людей вижу я везде вижу говнистых людей а раньше я в людей столько много говна не видела но это говно начала видеть после того как я проработала месяц официанткой вот так вот как месяц может повлиять на тебя как на человека я стала мизонтропом никогда в жизни у меня не были такие мысли что я считаю что некоторые люди должны были реально должны были пройти через аборт и не родиться и что некоторым людям реально привилегии рожать должна быть убрана потому что некоторые люди не должны размножаться и их надо кастерировать я бы такую раньше никогда бы не сказала бы связи через все что я прошла я теперь так мыслю и вот мой самоанализ к тому ведет что после этого месяца я вот стала таким человеком и с каждым месяцем с каждым годом общаясь больше и больше с людьми и становишься на становясь старше я все больше и больше понимаешь что люди просто зло и я с ними общаться не хочу и мне некомфортно вот собственно поэтому мы с мужем по вечерам не ходим не по барам не по ресторанам потому что мы не любым быть близко к людям какой-то очень зубурной виде но он да с одной стороны хорошо было получить такой урок с другой стороны конечно очень печально потому что сделал это из меня такого человека как я сейчас крайне негативно настроена к людям